Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня, к сожалению, мы уезжаем, так как брат уезжает и мама тоже с бабушкой. Где-то в течение трех дней соберут все свои манатки, продадут орехи и приедут, наверное, тоже в город. Потом маме придется приехать где-то через месяц на несколько дней, кое-какие дела остались. А я уже сваливаюсь, так скажем. У меня много материала, хочется все выложить, показать вам. Вчера был вообще очень длинный влог, вы, наверное, в инстаграме видели. Влог на час и 20 минут я сократила по максимуму. В этом плане я вообще ужас. Мне хочется вот все сократить. Я смотрю, это никому не интересно, это никто смотреть не будет. Здесь хотя бы укорочу. В общем, стараюсь делать покороче. Ну, посмотрите, надеюсь, что вам понравится. Больше всего я боюсь что-то забыть. Это мои очечки, пауэрбанк, USB и флешка. Без этого никак. Ну, в крайнем случае, если я что-то забуду, я могу маме и бабушке сказать, они привезут. Но все равно хочется взять все с собой. Все, уже пора уезжать. Собираем все вещи в багажник. Самое главное, сверху ноутбук мой. Снизу ваши яйца, сверху мой ноутбук. Если что. Что вы хотите от наших яйцов? Все, уже прощаемся и выезжаем. Наверное, успею сегодня для вас выложить какое-то видео. Мы доехали до святого места. Здесь можно купить шашлычок, кукурузу и просто пожертвовать денюжки ради своей мечты. И мы едем домой. Осталось полпути. Выгляжу я, конечно, не ахти. Но ничего. Дорожный вариант. Вся потная. Смотрите на него. Я пришла домой и он непрерывно мяукает. Мяу, мяу, мяу. Соскучился мами на радость. Сейчас скучился без меня. Нюхает, нюхает меня. Да, это хозяйка пришла. Хозяйка. Смотрите, какая радость. А это его мисочка. Ничего не осталось. Обжора мамин. Поздравьте меня. Я нашла доставку, которая доставляет прям до двери. Ура, наконец-то. Правда, у них есть не всё. Но всё же будем ориентироваться на их меню. В общем, у них есть ключ от нашего лифта. И ключ от всех лифтов. Вот это вот я понимаю. Ребята работают. И привозят прям до твоей двери. Всё, после этого я буду заказывать только у них. Как только пришла, я просто голодная. Хочу снять для вас мукпанк. Загрузила видео. Длинное, интересное. Но завтра будет ещё интереснее видео. Хотя вы это видео увидите потом, когда уже всё это посмотрите. В общем, вчера было интересное видео. Насыщенное, яркое. Такое, знаете, сочное. Персик. И со скоростью света сделали мне доставку. Беда горячая. Посмотрите. Вообще супер. Вот это сервис. Это я понимаю. Молодцы. И здесь тумбик. Тумбик пока что не открывал. Очень похоже на обычный ДНР. И всё это оценил мой сладкий Твиксик. Успокойся, радость. У тебя свой корм есть. Дурачок пошёл вон отсюда. Это мама будет, мать будет кушать. Иди свой жидкий ешь. Съем тебе, съем, съем, съем. Продолжаю снимать влог спустя уже 4 дня. Прикиньте, 4 дня я ничего не снимала. А сегодня я хочу переделать наконец-то мои ноготочки. Я посмотрела по блогам. Оказалось, что ровно месяц я хожу с этим покрытием. И оно не то, что мне надоело. Я хочу укоротить ногти и сделать удобный такой квадрат. Посмотрим сейчас на мои идеи. Что-то яркое хочу. Несмотря на то, что лето заканчивается. Какая разница, если у тебя есть желание сделать яркие ноготочки. Так, исходный вариант. За месяц у меня они вот так вот отросли. Не так уж много, на самом деле. Но уже очень неудобно. Стразы отвалились. Как-то всё неаккуратненько. Поэтому бежим переделывать. Длину точно будем убирать. Вы просто посмотрите на этого дурачка. Дурачок, что это за поза? Тебе удобно? Скажи честно, тебе удобно? Просто здесь как раз-таки дует кондиционер. А он у нас хоть и дурачок, но хитрый дурачок. Поэтому он лежит вот здесь. Мамина радость. Не знаю, как вы, но я кайфую от процесса коррекции. Я люблю снимать покрытие. И параллельно будем смотреть, как всегда, фильм какой-то. Я не могу в обычной жизни позволить тебе смотреть фильм. Потому что на это уходит слишком много драгоценного времени. А вот когда я делаю ноготочки, пожалуйста. Ну все, покрытие я сняла. Но после того, как я сняла покрытие, я сейчас думаю, может быть, длину все-таки оставить. Но просто она меня настолько задолбала. Можно сделать мягкий круг или как? Миндаль. О, миндаль можно сделать. Ну в общем, сейчас еще подумаю насчет формы. Все-таки я решила оставить минимальную длину. Нанесла базу в один тонкий слой. И сейчас буду выбирать цвет. Когда я частенько делаю ноготочки, мне в комментариях пишут, Айка, этот цвет не актуален. Этот цвет сейчас не в моде. Да пофиг, девочки. Главное, чтобы вам нравилось. У меня есть такой оттенок от Гелиш. Зеленый, изумрудный. Мне он очень нравится. И почему-то на видео он кажется темнее, чем он есть на самом деле. Я решила сделать ноготочки наполовину этим цветом. То есть эти два пальчика будут бежевыми. И на них будут рисунки зеленого оттенка. В общем, увидите. И тут у меня уже сушится последний пальчик левой руки. Осталось самое сложное. Надо то же самое повторить на правой руке. В общем, вот такой вот у меня гейтлак получился. Мне очень нравится. В два цвета. Такая красота. Я закончила уже обе руки. Вот так вот у меня получилось. Вроде как нормуль. Но уже в конце я уже торопилась, потому что мне позвонил Рюшан. И мы должны были сегодня встретиться в 7. А сейчас время 5. И он говорит, что он уже внизу надо спускаться. Надо все это убрать. Я уже пришла домой. Монтировала для вас видео. Уже даже закончила монтаж. И обнаружила, что с вами не попрощалась. К сожалению, это видео получилось очень-очень коротким. Просто мне жалко удалять материал. Думаю, ничего. Лучше выложу. Вы посмотрите. Тем более, до этого я выкладывала два просто длиннючих просто влога. И завтра тоже, скорее всего, я буду снимать очень длинный влог. Потому что, наконец-то, я встречусь с моей подписчицей, с которой до этого мы снимали Мукбанг с подписчицей. Кто это, я вам пока что не скажу. Пишите свои варианты в комментариях. Но я буду снимать влог и постараюсь снять подлиннее, показать весь процесс нашего общения и так далее. Я уверена, что... Ну, вы догадаетесь. Плюс-минус. Мы уже давно переписываемся, общаемся после того, как сняли совместное видео. Я вам сейчас говорила, что у меня немного не хватает общения. То есть, у меня есть подруги. Я их очень сильно люблю. Но мне бы хотелось еще больше знакомых. Еще больше друзей, так скажем, подруг. Хотелось бы большой круг общения. Вот. Поэтому я ищу новых подружек. А кто для меня может быть подружкой? Конечно же, мои подписчики, мои зрители. Для меня лучше просто не найти. Вот такая вот я без макияжа нанесла крем. Немножко лицо покраснело. Но ничего. Мы уже как свои. Мы уже как родные. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Я вас безумно люблю. Всем пока.